Привет, сегодня я буду снимать в районе Митча, мы погуляем по окрестностям и я расскажу про соседей, про взаимоотношения с соседями, про знакомства, как всё начиналось и как складывалось. Сначала я немножко расскажу про этот район. Адалаида, если вы посмотрите на карте, она расположена между океаном и холмами. Мы живем рядом с океаном, как вы уже поняли из наших предыдущих видео, и у нас так по сути всё достаточно выжжено. Степь, камни, ближе к горам вот примерно вот что-то такое. То есть есть деревья такие вот зелёные, растительность тут пышным цветом цветёт. И что интересно и здорово, это то, что привычные растения соседствуют с непривычными. Можно увидеть комбинацию эвкалипт, например, и рядом будет, не знаю, против акация. Я далеко не все деревья на самом деле могу распознать, но вот. А дальше мы там пройдём, будет прям аллейка такая пальм. Есть и дубы, есть и клёны, вот рядом с пальмами. Это здорово и так интересно. Итак, про соседей. Мы живём вот на такой вот улочке, где девять одинаковых домов. И это как бы такое вот, не знаю, маленькое поселение, где один счётчик на электричество, например. То есть как бы у каждого есть свой, но есть ещё и общий, центральный. Для того, чтобы вот нам, новым жильцам подключиться, нам нужно было у управдома, если можно так сказать, тот человек, у кого ключик от этого центрального щитка, нужно было найти вот этого вот товарища управдома и попросить вот этот ключик. Собственно, так мы начали знакомиться. Агент нам сказал, что вот есть такая вот Линда, которая живёт через дом от вас, вот пойдите к ней и возьмите ключик. Ну, она замечательная шотландка, у меня есть на канале видео с ней. Мы подружились, она нас приглашала потом на чаи. кофеи и так далее. Потом ещё одна семья, молодая семья, у которых пока что нет детей, но вот сейчас в апреле должен был родиться первенец. Отдали нам достаточно много мебели. Это было очень здорово, потому что фактически там пронести надо было 50 метров эту мебель, нам не пришлось ни доставку никакую заказывать, это было очень кстати. Ну, как бы справедливости ради нужно сказать, что они собирались эту мебель куда-то там сплавить, да, донейте её куда-то, отдать. И то есть им она была не нужна, она стояла у них в гараже. И они так пришла нам эсэмэска, они говорят, что вот здрасте, мы там вот Пол и Лора, мы узнали, что вы новые жильцы, вот приехали недавно в Австралию, если хотите, то мы вам отдадим мебель. Мы такие, да, вау, конечно, давайте, мы приехали с весьма ограниченным бюджетом. Вот, они нам помогли занести эту мебель, собрать её, ну и на этом как бы наше общение закончилось, то есть дальше никаких вот, знаете, гостей там, каких-то там, ну вот дружить с семьями, в общем, дальше не пошло. Хоть я там пробовала, делала такие вот попытки, ну, видимо, неинтересно. Периодически бывают вот такие вот съезды, сходки соседей, но это нужно организовывать. И вот хорошо, что у нас есть вот этот управдом, то есть, ну, инициатива исходила от меня. Опять-таки, вот, знаете, такой вопрос, какие тут обычаи связанные с соседями, там, и т.д. и т.п., ну вот, всё зависит от вас. Если вы готовы общаться и дружить, и как-то вот вкладываться, да, в эти отношения, то, ну, с большой долей вероятности, да, вы построите хорошее взаимоотношение. Мы могли бы ничего не инициировать, и тогда мы бы даже не познакомились и не знали, кто у нас там соседи и как их зовут. Вот. Ну, в общем, через пару дней после вот этой вот подключения электричества я подошла к Линде. Я не помню уже, или я её где-то на улице увидела, или я специально пошла к ней в дом, там постучалась, здрасте-здрасте. А, кажется, у меня был её номер, и я ей по телефону позвонила. В общем, я объяснила ситуацию, что вот мы приехали, хотим здесь остаться надолго, дом мы сняли, ну, минимум на год, планируем, что будем жить в этом районе и дальше. Было бы здорово как-то познакомиться поближе с соседями, вот что бы вы посоветовали, может быть мы устроим, не знаю, какой-то приём, там, вот, мы были бы рады видеть вот соседей, вот посоветуйте, как лучше сделать. И она сказала, боже, там будешь ты морочиться, вот это готовить, ра-та-та. Короче, она предложила такой классный формат, так, я буду поворачивать, наверное, потому что там уже, вот, она предложила замечательный формат, называется Shared Lunch, там, или Shared Dinner, то есть каждое, там, домохозяйство, каждая семья приносит свою тарелку чего-то, без разницы, по сути, чего, и ставит на общий стол, вот так вот. И народ дальше там разговаривает, общается и всё такое прочее. по-моему, вообще идеально, когда не нужно вот париться, потому что, ну, часто мы, не знаю, избегаем как-то вот гостей, приёмов, потому что это хлопотно, это дорого-долго, вот там девять домов у нас, из этих девяти домов, вот мы семья, та семья, которая нам отдала мебель, у которой должен быть один ребёнок, ещё одна семья, у которой двое детей, а всё остальное это бабушки и дедушки, которые живут самостоятельно. вот, ну, домики такие небольшие, достаточно экономненькие, но, тем не менее, вот так вот, по одному бабушке или по одному дедушке живут вот так вот в оставшихся шести домах. То есть, получается, всё равно достаточно много людей, которых нужно как-то разместить, принять. У нас первое время банально стульев бы на всех не хватило. Вот. Лида сказала, давайте у меня мы это проведём, у меня в саду, вот, потому что у вас там и так достаточно хлопот по обустройству, поэтому я всех приглашу. Я предложила распечатать такие вот приглашенницы маленькие и покидала их в почтовые ящики, вот. Только одна бабушка что-то, она там болела, она не пришла, а так все явились, и мы замечательно провели время, нам много там всего рассказывали, не знаю, предлагали там пойти туда, поехать сюда, ну, понимаете, как бы это была не практическая помощь, да, там, давайте вот мы там вас устроим на работу, нет, такого не будет. Это такой вот, знаете, social talk, вот так вот. Погода, спорт, Австралия, там, что вам там нравится, что не нравится, про Украину они послушали. Ну, короче, мы посидели так, ну, часик-полтора, может быть, и стали расходиться. Вот, ну, хотя бы мы со всеми познакомились, это был уже такой плюс. Дальше, как развивались наши отношения, исключительно, да, вот так вот, здрасте-здрасте, но здесь не просто здрасте-здрасте, здесь тоже забавное такое вот наблюдение, даже незнакомый человек в любом там магазине и так далее спрашивает тебя, как дела. Ну, не то, чтобы ему было слишком интересно, и мне, точно говорю, напрягает. Вот у меня была такая история, вот, допустим, иду я по дороге, и рядом по дороге проезжает велосипедист, вот, я иду по тротуару, а вот дорога, да, и рядом проезжает велосипедист. Я его не знаю, это какой-то вообще незнакомый мне велосипедист, вот, и он оборачивается так, hi, но я тоже, ну, ладно, hi, how are you, то есть как бы вопрос, предполагающий какой-то ответ. Он как бы с большей скоростью, чем я, да, я иду, а он едет на велосипеде, и мой какой-либо ответ, даже какой-то там fine, или good, или thank you, или не предполагает, собственно, выслушать мой ответ, потому что он уже удаляется там на метры, метры, метры вперед. Ну, для меня это немного странно и немного, честно говоря, напрягает. Но здесь так принято действительно, и люди не просто спрашивают, да, вот, привет-привет, а действительно там, how are you, how was your day? Останавливаешься, начинаешь рассказывать, окажешь твои дела, а как там прогресс, а что ты там успел поделать, где ты успел побывать. Люди здесь, фанаты своей South Australia, South Aussies, да, mighty South Aussies, они про себя говорят, такие вот типа крутые чуваки. Они рассказывают, что вот обязательно вам нужно на этот пляж поехать, или обязательно вот там нужно вот это вот то-то посетить. Обязательно вот, вы еще не были, вот, ой, ну найдите время, обязательно съездите. Короче, вот любую поход по нашей улице, если я встречаю кого-то из бабушек или дедушек, то они вот обязательно остановятся, поговорят и т.д. и т.п. Но когда заходит про что-то большее, да, обычно, ну, я как бы легко достаточно сдруживаюсь с людьми, я готова предложить, вот что я могу дать, ну, не знаю, иногда прошу мне что-то сделать там, не знаю. Ну, в общем, была такая ситуация, когда вроде как там договорились на чай, тарам-парам, и как же там было. Ну, короче, как-то так сложилось, что я предложила встречаться каждую неделю. Как бы вот мы так здорово провели время, давайте, может быть, мы каждую неделю будем это делать. В любой день давайте там себе выберем и, может быть, мы там, не знаю, в шахматы будем играть или, не знаю, там, политику обсуждать или еще что-то. Ну, в общем, как бы если по-честному, то я хотела сделать такой вот на районе для моих мужчин такой вот English Club. такой, как бы ни к чему не обязывающий, то есть время препровождения, такие легкие разговоры и т.д. и т.п. мне так аккуратно сказали, что вот каждую неделю вряд ли у нас получится. И как бы вот для того, чтобы практиковать английский, то вы можете обратиться там туда-то, 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 вот Community Centers, там какие-то English Clubs. А вот у меня там есть commitment, у меня там вот работа. Ну, как бы, да, знаете, как мы привыкли. Вроде как пенсионеры, они сидят дома и должны были бы быть рады какому-то дополнительному общению. Так вот складываются наши отношения с соседями. Все довольны, все вежливо. После этого раза вот за пять месяцев мы больше не собрались вот так вот вместе. Никакие вопросы вот связанные там с какими-то совместными делами по обустройству или оплатам или еще что-то не решаются. То есть, ну, как бы каждый живет своей жизнью, что в принципе по-моему нормально. Вот так. Ну, на этом все. Пока.